Есть еще события, о которых я не могу не спросить. Значит, это, конечно, не так позитивно, как... Дерегите. Аделя, держи. Обещаю не заигрывать. Не так позитивно, конечно, как история с Аделей, но если я не задам этот вопрос, я сама себе удивлюсь. И все журналисты со мной вместе. Майкл Калви, Михаил Абызов, Виктор Ишаев. В общем, череда таких задержаний. Как бы вы могли это откомментировать? Ну, вы знаете, такие вещи всегда сложно комментировать хотя бы по той простой причине, что комментировать это должны правоохранительные органы. Они этим занимаются. Это их компетенция. И, строго говоря, в эти проблемы другая власть не должна никак соваться. У нас есть известные правила в Конституции, в уголовно-процессуальном законодательстве. Но раз вы спросили, я два слова скажу, поскольку речь идет о известных людях. Если говорить об иностранном инвесторе, то у меня нет информации какой-то точной или определенной, что там происходило. Но очевидно, что внутри этого конфликта лежит конфликт акционеров, который получил вот такое разрешение. Надеюсь, что в конечном счете истина будет установлена в суду. Если говорить о людях, которые были на государственной службе, о должностных лицах. Ну, значит, один из них, он довольно давно ушел уже из системы государственной службы. Мне трудно комментировать, что конкретно там инкриминируется. Самый по себе, конечно, этот факт неприятный. Но, тем не менее, у меня каких-то особых комментариев на сече тоже нет. Надеюсь, опять же, что правоохранительные органы, следствие и суд в этом вопросе разберутся. Что же касается моего коллеги, бывшего по правительству, то, если говорить о самой системе открытого правительства, то у меня к ней, к этой системе, к работе, никаких претензий нет. Это была серьезная и вполне важная для страны работа. Ну, а коммерческая деятельность, его мне абсолютно неизвестно. Хотя, я действительно слышал о том, что был, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил вот в конечном счете и вот такое уголовно-правовое развитие. Наверное, это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует, раз этот конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле, через суд, через иски и так далее. Теперь, опять же, единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда. Но я не буду напоминать о известных правовых принципах, они и так тем понятны.